Друзья, всем привет! Пока не наступила весна, решили сделать себе еще одну сажалку. Вот как-то было у нас видео, мы изготавливали вот такую вот сажалку. Все, она работает, нам очень нравится, но сейчас мы решили изготовить еще одну и немножко другой конструкции. Сажалку мы сделаем круглую и будет она у нас открываться на две стороны. Для этого что мы сделали? В общем, мы взяли трубу, обычную 57, 3 миллиметра стенка у нее, но она очень тяжелая. Отдали токарю, токарь нам ее обточил. Оставил здесь пару сантиметров, чтобы можно было привариться. Остальное он нам проточил, снял, где-то 2 миллиметра осталось, ну миллиметр может 0,8. И здесь я оставил небольшую кромку, чтобы нам можно было ручку приварить, чтобы все у нас было удобно. Вот сейчас будем пробовать делать и вам показывать, что у нас получается. Лишь железо у нас 1,5 миллиметра. Размечаем треугольник. Треугольник у нас 11 на 20. Размечаем треугольник. Значит, 5,5. 5,5 здесь 11. Выпилили два треугольника, теперь их нам надо согнуть. Сделать их полукруглыми. Друзья, сейчас покажем полностью, как сгибаем. Ну, кусочек рельсы у нас, начинаем ее изгибать сейчас. Небольшой. Зажимаем ключом. С другой стороны тоже держим, чтобы она никуда у нас не сдвигалась. И начинаем отстукивать. Это еще не все. Остальное доводим на рельсы. Смотрим, если край подсильно подзагнуть, можем разогнуть его. Смотрим. Продолжение следует... Все, прикладываем, проверяем и... В общем, где немножко не подходит, мы ее сейчас... Так, скорее всего, смотрите, она у нас получилась большеватая. То есть слишком большой зазор. Сейчас мы вот эти вот края немножечко подрежем. Сделаем ее, ну, не 11, наверное, 10,5. Убавим, обстучим. И вот так потихонечку вы доводите конус до идеального совпадения. Значит, треугольники мы согнули в конус. Для удобства вот капнули сварочкой, чтобы они не рассыпались. Теперь, что нам надо? Отпиливаем две пластинки. Ну, где-то сантиметра два, там, на три. Подгибаем их. Это как бы будут уши. Вот, делаем второе ухо и привариваем параллельно этому. Вот так вот она у нас будет выглядеть. Уже получились длинные. Сейчас мы их немножко отпилим. А сколько должно быть, если ты говоришь длинные, сколько надо оставить? Как понять? Ну, не знаю. Нам надо здесь просто два болтика поставить. Это примерно... Сколько тут сантиметр? Ну, где-то полтора сантиметра надо оставлять их. Я думаю, больше не надо. Это лишнее. Ну, все, друзья, смотрите. Сейчас просветливаем здесь, 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 здесь. Четыре отверстия. Вот так оно будет выглядеть. Ну, в общем, сажаем ее на болтики. Ну, на любые. Вот у нас болтики пятерка. Вот сейчас просверливаем, прикручиваем болтами. Вот, смотрите, клюв усажалки прикрутили на болтики такие небольшие, на шестерочку. Чуть-чуть не отпилили. Два уха сделали под проволочку. Приварили. Основную ручку и такую, которая будет открывать. И все, и пружинку. Пружинку, тут тоже думали, труба тонкая, поэтому просто на хомут ее сделали. Вот так вот она работает. Так вот открывается. Отпустила, она закрылась. Проволоку сначала поставили тонкую, не подошла. Вот, сначала мы двоечку ставили. Это, короче, у нас четыре с половиной гетра проволока. Четверка четыре с половиной. Вот такая получилась сажалка, очень удобная и хорошо работает. Так что, друзья, всем рекомендую, делайте такие сажалки себе. Очень облегчает труд. Вещь очень хорошая и незаменимая в нашей работе. Всем рекомендую.